Друзья, привет! В сегодняшнем видеообзоре мы рассмотрим модель часов от Casio G-Shock G2900F Вот, собственно, коробка модели У нее есть ряд отличительных особенностей, на которых я бы хотел остановиться Во-первых, это самый бюджетный, дешевый, скажем так, G-Shock Даже можете обратить внимание, коробка, в отличие от остальных моделей, не жестяная банка А просто картонка на дне инструкции Второй особенностью модели является то, что это самый маленький G-Shock Он действительно компактный, утопленный И третьей такой отличительной особенностью является 10-летняя батарея, наличие 10-летнего питания На циферплате есть соответствующая надпись В остальном полимерный классический G-Shock с остальной задней крышкой 20 атмосфер водозащиты Можно плавать, купаться, дайвингом даже заниматься Вкратце на руку прикину Действительно компактный он для тинейджеров или людей, у которых рукам узкая Типа вот такого плана Застежка тоже из нержавеющей стали 316-й Функционально Это режим текущего времени, день недели, время, дата, секунды Это режим записной книжки Можно создавать записи, в данном случае 100% свободного Второй часовой пояс переключается кнопочкой D Будильники, будильников 5, один из которых повторяющийся, ну и сигнал звуковой Таймер Секундомер Здесь запуск и стоп на D На резерв, сброс Ну и режим текущего времени Чтобы что-либо настроить Зажимаем кнопочку A На секунду 2 Начинают моргать различные показатели Кнопочкой MOD мы переключаем то, что хотим изменить Изменение кнопочками B и D То есть режим летнего времени Включаем, выключаем Часовой пояс Время, ну к примеру там Вниз вверх Минуты 24-часовой формат времени Год Месяц Дата Ну и все Чтобы сохранить внесенные настройки Зажимаем кнопку A И Настройки сохранятся Соответственно Верхние Скажем так Визуальные циферблаты Это Выполняют функцию именно визуализации К примеру Вот В секундомере При запуске Они отсчитывают десятые доли секунды И Тут целые секунды Соответственно Такая у них функция Вернемся В режим текущего времени Вот Ориентировочно-розничная цена Их Долларов 60-70 Оттого они Собственно Самые такие Бюджетные В линейке G-Shock Кстати Еще из особенностей Подсветка Подсветка Full Луминесцентная На весь циферблат И это конечно радует Также есть еще Автоподсветка Чтобы включить Зажимаем кнопочку G На Секунду Появляется Соответствующая надпись На дисплее Циферблате Теперь при взмахах На 45 градусов Мы видим Что часы В часах срабатывает Автоподсветка Обычно ее Выключают Для экономии питания Ну в целом В целом все Кому необходим Такой компактный Маленький G-Shock Неброский Можете обратить Внимание Именно на эту модель Всем пока Ребята